Ребят, прута есть с оранжевыми крышками, поэтому когда иногда клиенты говорят, я много раз слышала про оранжевые крышки, говорю, ну нету, были, мы покупали, а люди же не всегда уточняют в какой стране, откуда им могли привезти это, да? Так что прута оранжевая есть, 35 лир. Смотри, старые, старые, тоже старые. Самар 2019, кто страдал, здесь есть. Езжайте, езжайте. Вот тоже, Винтерфест. Это, похоже, будут, не знаю, как будет, в новогодней коллекции или просто, или это что-то из старого у них осталось. Но только ощущение, что здесь, на самом деле, большие запасы товаров. Банки Коркин, у нас нет малышей, у нас нет больших. Смотрите, даже вот такие банки Самар у них еще есть. Дим. Кстати, скидок особо нету. Вот эти банки дешевле, у нас они дороже. Смотри, даже, что есть. Пакеты для заморозки, они так давно у нас покинули ассортимент. 160 лир. А за что, что-то тяжелое. Много пластмасса, божили, в середине жилет. Не поднять. Не знаю, в общем, мы откопали такую вот доску. Мне кажется, железный пластмасс. А для чего? Ну, длил тяжелее, чтобы она по столу не пройдет. В общем, мы нашли вот такую офигенную тяжелую доску, стоит 160 лир. У нас такой даже никогда не было, поэтому что, как, я перевести вам не смогу. Но прикольная, тяжелая. Не отключайся сразу. Смотри, вот такой нож. Раньше они продавались. Помнишь овощные ножи? Да. Дима помнит, радует. Цена, 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 цена. А, 10 лир. 100 рублей. 120. Вот такого наборчика у нас уже давно нет. Был похожий. Смотри, как ложки. У нас, кстати, 150. 15 лир. Обычные ложки, дружище. Почему у нас-то нет такого? Просто у Икея же сталь хорошая, не гнется. Значит, 15 лир большие и 13 лир маленькие. Может, себе взять, у нас чайных ложек нет. А, вот она. Ну, дороговато 20 лир. Она, наверное, силиконовая, мне кажется, да? Так, с собой ладно, потом разберемся. Пожалуйста, девочки, красавицы. Лена Буянкина, езжай в Турцию отдыхать. Вот твои тарелки. Но у нас их по скидкам распродавали, ребят. То есть здесь под 200 лир, ой, под 200 рублей тарелки. Ну, в принципе, у нас такой же ценник был. Так, эта линейка вся есть у нас пока. Ребят, давайте поразмышляем, почему такая разница? Почему здесь есть, у нас нет. Ну, чем мы хуже-то? Продолжаем дальше выискивать. Все-таки они подороже, чем были у нас. Плассерат. Крышка называется. Такой ярко-синий, ярко-салатовый. 13 лир. У нас такого нет. Вот такие подставки под горячие. Сейчас найду. У нас тоже такого нет. Извиняюсь, нос чешется. Кстати, мы вовремя сходили в ресторан, потому что там просто убийца. Арстик. Нету. Вот такие вот, помнишь, были бамбуковые? 50 лир. Нет, она была для кружек всегда. Кто по ежикам страдал? Кстати, дешевые ежики. 6 лир. Да. 7 лир на 10, 7, то есть, меньше 100 рублей, ежик. Ой, смотри, какой молочник. А что я сейчас тебе покажу? Мельничка. Для кофе металлической, 250 лир. Ты снимаешь? Смотри, заваривать чай за 15 лир. Любит чай. Да. Ну, а что, у нас тоже бы не взяли вот такую, что ли? Шишка большая. Шишка большая, как раз на этот. Так, это у нас есть. Ой, смотри, термос в другом цвете. Ребят, я в приятном шоке. Бенверт, ну, кстати, гораздо дороже. У нас 350 рублей такой термос. Здесь 65 лир, то есть, на 10 уже 650. Считайте, еще надо умножать. Вот такой термос здесь получается 1150, у нас 850. Такого у нас даже нет, и такого нет. Такое вообще 200. Да. Ребят, это как? Для графинов, по которым люди страдают, есть пробки. 4 лиры стоит пробка. Вот для этих графинов. И для больших тоже. То есть, это та пробка, которая постоянно закисает от молока, от каких-то соков. Здесь она есть отдельно. Что мешает купить, поменять? У нас приходится выкидывать все и говорить, что графин плохой. Смотри, 23 лиры. У нас такого даже нет у малышарика. Завтра, надеюсь, познакомиться вживую с Мариной Фламинго. Кто смотрит ее инстаграм. Это лидер, один из лидеров Siberian Wellness. Марина в Икее появились стаканы в Турции с Фламинго. 8 лир. Нет, это малыш 8 лир. А на пузатого цены не вижу. Да, в общем, тот и тот по 8 лир. Дим, скажи, пожалуйста, ты живой? Для чего? Ради чего? Ради контента. Не для души, контенту ради, да? Вот эти рюмки свалька. Свалк. Мы ждем с августа. Клиентка ждет у меня. Ольга, извините, но я вам их из Турции не повезу. Боюсь, разобьются. Да и, кстати, нет, они у нас стоят 49 рублей. Здесь они стоят 35 лир. То есть здесь они все-таки подороже. 6 лир. Дима уже перестал удивляться. Он понял итогово, что у нас минимальные остатки, минимальное наличие. Как будто магазин даже закрывается и распордают. Смотрите, какое ведро для шампанского. Дима, 60 лир. Дуру, Дима. Дуру, Дима. Дима, она в таком виде. У тебя есть одна? Еще одна. Хорошо. 150 лир. Подносы. Три света. Опять же, у нас таких нет. 25 рублей. 25 лир. То есть у нас есть, например, вот такой. Вот этого нет. Вот этих нет. Эти по 18 лир. Вот, смотри, какой интересный. 30 лир. Ну, на самом деле, у меня прям закрадывается сомнение, что у Икеи Стамбула огромный запас товаров. Ой, бескрайней. Ну, да. Что, что, они столько лет, что ли, продают? Смотри-ка, это настольные дорожки. Смотрел, дата свежая. А, да, дата свежая. Какие, все, я уже это... Sorry, ребят. Дата свежая. Получается, для России просто это не выпускают. Подносы на ножках. У нас есть черные и белые по 800 рублей. Здесь по 70 лир примерно так же. Есть еще серый и бирюза. Ребят, сразу скажу, мы могли что-то пропустить. Потому что это реально бешеное количество товара. Мы вроде бы помним, но... Ассортимент, как именно, ну... Ассортимент, ассортимент докладывать. Да. Гульклока. Белое есть. У нас нет. Вот такое блогрэм. Мягенький. Потом эти вроде бы все есть. Розали. Кто страдал по этим чехлам? Реально страдали. У меня, правда, такое ощущение. Ну, вот, ребят, вот давайте разберемся. Вот 22 лир, да, в пересчете на рубли. Ну, где-то, получается, 250 рублей. Вот за 500 рублей кто-то купит этот чехол с доставкой? Мне кажется, никто. И нам даже, да, 100% наценка. Если вот, да, 10% у нас наценка сейчас. Это мы с таким геморроем заработаем те же деньги, которые бы заработали в нижнем. Нет, ребят, извиняйте, но мы не поедем. В полоску. Этот есть. Вот это. Я не знаю, то есть, ну, уже это. Мозг с трудом соображает. Вот, а Самар-19 на самом деле очень много в Стамбуле, которых нет у нас. Вот такие вот чехлы. Потом вот такие двухстороночки. С одной стороны однотон, с другой вот такая абстракция. А все в районе. Разгон от 20 до 30 лир. Чуть-чуть, чуть-чуть. Смотри, какой большой выбор. 68 на 68. У нас тоже есть они не все. Вот сходу, что бросается в глаза. Нет вот такой. Это есть. Айны у нас только маленькие. Это есть. Санелла вот такого цвета нет. Пледы. Вот такой был, уже вышел из ассортимента. Потом вот в такую складку плед. Ой, это плед, подушка. Идем по чехлам дальше. Вот такой товарищ зеленый оляпистый. По крайней мере, за последнюю неделю в России не видела. Вот такой за 70 лир чехол. Вот такой чехол со строчками тоже у нас нет. То есть, фактически, 50% ассортимента у нас отсутствует как вид. Пледы очень многие. Девят, проведи просто вот камерой. Очень многие пледы, которые у нас уже вышли из ассортимента. У нас их не продают. Здесь они есть. Так, рулонки, шторы, жалюзи. Это все есть. Крепежи, это все есть. Ребят, по шторам мы прошли. Я особо не... А, ну есть, например, какие-то шторы, которые у нас были недавно, уже закончились. То есть, у нас не продают. Вот. Ну, вы, наверное, уже, мне кажется, поняли, что все, что закончилось, все осело в Турции. Все в Стамбул едет напрямую, прям с нижнего. Так, у нас остался еще... У нас осталось еще один тяжелый отдел. Это текстиль. А, значит, смотрите. По-моему, вот этот уже появился в России, да? Не могу. Вот 50 на 50, забыла. Эмисот. Тысячу рублей, получается. Десять, сто лир. По ощущениям, как будто сатин. Ребят, ну я ничего не смогу перевести. А, да, алиоцелл с хлопком. Хотя бы знакомые слова. Так, это есть. Вот такого у нас еще нет. Вот такой фланельки у нас нет. Вот такой фланельки у нас нет. Мне хочется просто так сказать. Этого у нас нет. А это вот она же в полоску. А, вот такой вот нежный цветочек. Тоже нету? Вот такой постельки у нас тоже гихт. А, нет, я перепутала. Сори, сори, сори. Думала, этот. Раньше, короче, такой был. Не парься. Коврики для унитаза. Вышли из ассортимента. Вышли и зашли в Стамбул. Вот прям такое ощущение, что ассортимент вышел и зашел в Стамбул. Ребят, по ассортименту для ванны, ну и мне не изменяет память. Мы не так давно снимали, особой разницы не вижу. Вроде все как и есть у нас, каких-то вот вау нет. Текстиль мы уже показывали кое-что. То есть, помимо всех размеров, которые есть у нас, все полотенца представлены в таком размере еще. 30 на 30. Вот такие маленькие полотенчики. Тофтат. Вот такого цвета у нас нет. Драган. Покажи, пожалуйста, бамбук есть еще коричневый, темный. Богатый. Красиво очень по сравнению со светлым, да? Кальгрунт. Девчонки, плачьте. В Туркиш есть. Балуден. В Туркиш есть. Меня клиенты поймут зебачом я, потому что это вот, допустим, у человека вот мыльница сломалась, а вся линейка из Кальгрунта. Есть, значит, стиль. Элькот. Поняли, в общем, меня. Из керамики есть дозад. В общем, вся линейка есть в таком розовом цвете. В одном из обзоров по Турции мы его показывали. Для бумажных полотенец доставать. Комментарий от Димона. 90 лир. Вот такой набор. Стакан, мыльница, дозатор. Один для зубных счеток, другой для пасты. То же самое в белом цвете. В России просят, люди не находят, идут в другие магазины. Вот такой же с рельефом, 80 лир. Это 90 лир. Я заметил очень удобную вещь. Переход между... Это как бы скрытый переход, да? Да. Можно считать. У нас они не просто знавески. Открытые. Нет, они у нас открыты. Знавески, когда реконструкция. Я поняла. Двери. Вы перейдите, касайте баланс-навески. Да? А в нижнем ничего нет. А в башке просто переход. Десант за 38 лир. Вот такой контейнер для ванны, для хранения всевозможных приблуд. Вот такой ершик Тоскан стоит 5 лир. А 5 умножить, то есть почти в два раза дороже, чем стоит он у нас. Ну, соответственно, все те коврики для ванны, которые когда-то продавались у нас, здесь они есть. Бальмен. Примерный ценник, как у нас. Синий есть. У нас синего нет давно. Потом, смотрите, вот это тоже давно вышедший из ассортимента держатель для туалетной бумаги Рогрунт. 100 лир. Вот такого у нас Winter 2019. Ребята, отдельного обзора не будет, потому что очень мало еще ассортимента. Тесьма. Вот такая сия. Это новые. Пойдем поближе. Проведи камеры. По 10 лир упаковочная тесьма. Бумага. Еще нет цены. Видите, еще даже не разложили. Давайте просто покажу, что будет. Смотрите, вот такие этикеточки на подарочки. Варежки такие. Потом вот такие вот таблички для записи, да? Ну, они разрываются, наклеечки, чей подарок. А вот такие вот красивые. А, вон они. Вот такие вот красивые пакетики будут. Бумага. То есть, интересная такая коллекция. Спокойная, я бы сказала. Тесемочки. Еще подвесюльки. Но больше пока не вижу. Черные, белые. Да, морилка. Вот это организм подарит. Бесцветная. О, смотрите. Колесики. Да, сами, да. Колесики ставите на ящик. Ну, я их зато ключевое. Ну, только что-то тяжелое нагрузил. Ну, по крайней мере. Габик у нас дороже. Ой, маленькие моторпы. Кстати, недорого получать. 170-180 рублей. Может, нам взять их или... Ладно. Все хочется, на чемодане не увезешь. Вот такого у нас даже нет. Кудик. Вопрос, кокея России. Откуда этот ассортимент в Турции? Кокея отвечает, что ассортимент по странам отличается. Ребята, ну не настолько, чтобы в половину. Италия. В общем, здесь кудик есть помимо белого, который есть у нас еще, есть и в мяти. Адриона есть в других цветах, той, которой нет у нас. Ребята, я вам хочу мозг взорвать. Хотите? А вы знали, что к Дрионе есть крышки? Пойдем, покажем. Она бумажная, как у Тьены. Но она есть. Когда мы что-то кладем на хранение, не хотим, чтобы это пылилось, например, документы. Это же Дриона растянутая. Пожалуйста. Такой Дриона у нас нет. Кстати, мне кажется, я зря сказала, что дороже. Наверное, ценник был неправильный, да? От чего-то другого. Потому что вот они стоят 8 лир. Да, красота. Вот следующие коробки. То есть по линиям идут коробки и к каким стеллажам они подходят. Ой, нордно, смотри, какая есть корзина. 150 лир. Вот такого у нас тоже нет. Вот такие вот коробки бамбук. Это не бамбук, это все-таки пробка, да? Пробка. Ребятушки, это эстетика уже пошла. Это эстетика, это не сколько функционально, сколько красота. Вот такой набор 80 лир. Пойдем дальше. Взрывать мозг, взрывать мозг. 50 лир. Вот такая корзинешка стоит. А, это набор за 44 лиры. Вот эти, кстати, недешевые, да? Они раньше назывались набор банок игрушечка. Это все есть. О, смотри. Прикольно, да, такой это основательный. Линейка для животных тоже отличается по цвету. У нас таких цветов нет. Смотрите, черный в такую клетку. Мне очень понравились вот такие вот треугольники розоватые, сероватые. А вообще мне обидно. Наши все сейчас, с кем мы приехали на обучение, на день рождения компании, на Принцевых островах жопу греют и купаются. А мы контент пишем. А мы работаем. Рулетка. Так, подождите. У нас есть собака. Сейчас мы проверим эффективность. Значит, все, 80 лир, 40 килограмм выдерживает. Метража нет. Хорошая. Смотри, помимо вот этих есть просто, вот допустим, как для нашей Витки, да, вот ей не нужен матрас, но есть большой лежак, большое одеяло. Рулетка хорошо, то есть в рывке собака, собаку будешь держать. Потом, смотрите, за 20 лир. Может купить ведь кого чистить? Вечку на полисон. Короче, у нас болит уже голова. Что нам покупить всем на подарки? Хотели сначала что-то из Икеи привезти, но опять, опять из Икеи скажут, да, даже из Турции из Икеи. Как-то смешно. Кстати, миски у нас только пластиковые, есть металл. Получается примерно 350 рублей. Ребят, как владелец Ахиты, могу сказать, миска охрененная. Смотри, какая жесткая. Помнишь, мы покупали миски в зоомагазине, что-то в районе 500 рублей ей. Они быстро пришли в негода. Здесь плюс резиновый стопор. Вот. Содрать мордой тяжело. Дима у меня уже полуживой. Ржать уже перестал. Не прикалывается. Просто держит камеру и тихонько ходит. Хорошо не скулит. Но тяжело на самом деле. Мяу сказал. Парень у нас мяу сказал. Так, слава богу, это все есть, Дима. Радуйся. Мне кажется, когда ты проходишь и видишь, что эти товары есть и в России, хочешь сказать аллилуйя, да? Опять подумать, что мы жалуемся. Сумка Перкла у нас дешевле. Смотри. Здесь есть старые вакуумные пакеты. Из старой линейки. Да, для пылесосных. Таких сейчас нет. Сейчас другие вакуумники. Ой, смотри, Сокер Бит. Приклеено все насмерть. Розовый. И вот такой голубой. 15 лет. У нас они по 100 сантиметров. Ааа, иди сюда. То есть Сокер Бит, который у нас представлен, ребята, только в белом цвете. В Турции есть в трех цветах. В бирюзе, в розовом и в белом. Как? Вообще, если спросить, нам Турция очень понравилась. Мы обалдели от цен. Я вспоминаю Алену Бордовски, когда ее смотрела. Когда она приехала в Турцию, ей начали писать комменты. Вот, Крым на Турцию продала. Ребят, ценник другой. Мы с центра. То есть, можно сказать, с Рабата, с Москвы. Сколько мы ехали? Кометр в 30, наверное, до форума, да? 20, подожди. 12 километров, 20 минут. За 12 минут мы отдали 42 лиры. За 20, подожди. 20 минут. Подожди, кто не считает. 20 минут, 12 километров. Мы отдали 42 лиры за такси. Такси ловится на улице, просто желтые машинки ездят. Ценник Крем. Да, вот. И мне понравились люди адекватные. То есть, в основном, продавцы улыбаются. Как-то вот, ну, никто так вот не мешает, не ходит с таким выражением лица. И не говорят, как говорят нам в Нижнем Новгороде. Некоторые товарищи нашим клиентам говорят, что мы здесь ходим, камерой тычем. И прибыль у магазина отнимаем. Прикиньте. Это у нас какая-то. Вот, да. Ой, смотри, прищепки. Как они давно вышли из ассортимента у нас. Штат Слив. Грунталь. Модуль вышел из ассортимента. Охрененный модуль для постели. И даже не для постели. Очень их любили парикмахерские. Выглядит эстетично. Местом на гнезе. Я буду нажать в видео. Окунемся в историю. Да. Музей и Киеверации. Косы Киеверации. А, да. Помнишь? 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 Такого ты не помнишь. Не было. Таких сумок у нас тоже не было. Не было бы смешно, если бы не было так грустно. А это я помню. У меня такое на кроватке. На кроватке на твоей висит. Доска дешевле. У нас 400 рублей стоит. Так, мы в отделе свет. Лампа Тарцал. Все есть у нас в ассортименте. Тоже ценник. У нас 900 рублей. Здесь 1150. Несколько слов о вашей собачьей жизни. Магарп. Вышел из ассортимента. Давно-давно. Года три назад. Да. Весь лист ели китайцы. А у нас пока такого, по-моему, тоже нет. Написано ели. Лаутерс. Да. Вот фотограф, мне кажется, вдохновится таким подарком. Я вот такой. Нет, у нас такого нет. Потом, смотри, фабла. Они были раньше. Неудивительно, да? Собачки. Есть еще зеленые. Скорый подсветник. Светильник. 80 лир. У нас такого тоже нет. А нету, нету, нету. Винкарги. Если правильно читаю. Винкарги. Две формы нет. Ребята, сразу скажу, где я неправильно читаю название. Не обижайтесь. Поправлять бесполезно. Потому что уже, ну, элементарно мозг, да, с трудом соображает. Икея, ПС. Половина светильников. Большая часть у нас вышла. У нас их просто не... Ну, почему? Их вообще любили покупатели, если честно. Ну, магазин. Их убрал. Ребята, по коврам. Я думала, что в Турции гораздо будет больше. Но нет. Вот в основном, то есть, это вот такие ручные работы, ковры. Ну, интересные. Блин, вот такой вот коврик тысячу получается. 1150 стоит. А вот такой 12 тысяч. Ну, ручная работа никогда дешевая не была. Что хорошо, смотрите, они вот на такой основе. Нет, просто на тканюху посажены. А так, в принципе, основная масса, возможно, у меня уже сзади замылился глаз. Если бы у нас было гораздо больше времени, мы... Да, мы бы, например, вот побольше бы наснимали. Стоунсы, ковры круглые у нас пока нет. Возможно, уже появились. Я тоже, живой человек, могла проглядеть. В разных цветах. Фиолетовая, серая, беш. Это замена ковра одума. Ковер реально классный по сравнению с тем, что есть сейчас в Икеа. Стоунса, то есть старый одум. Это адекватный ковер. Иди сюда. А вот это я хочу показать специально для Нижнего Новгорода и российских магазинов. Как можно красиво разместить шкуры. Не вешай их вот так, что они падают и топчутся под ногами. Всего лишь маленькая стойка. Шкуры на стене. Разные виды шкур. Ценник 1100 лир. У нас шкуры стоят 15, ребятушки. Смотри, как эстетично, да? И ничего не таскается. Я сразу вижу, какую мне по цвету взять. У нас нужно 150 шкур перевернуть, чтобы... В оформлении пошли. Друзья, мы в отделе оформления. Это, в принципе, уже финиш. Еще два зала и все. Мы то, что обещали, для вас сделали. Смотрите, вот таких ящиков у нас нет. Не скажу, куда использовать. Тысячу с хвостом стоит. Вот таких подставочек у нас нет под 90 лир. Это, по-моему, есть в детском отделе, если не ошибаюсь. Триптихами эти рамки есть. Вот такой, не помню. Варкельт. Возможно, появится 4... Димка, снимай. Или тебе это... А, раз, два, три, четыре, пять рамок больших, 10 на 15. Это у нас уже появилось. Картины мы показывали в одном из обзоров. Тут даже одри есть. Вот такой картины нет. Слушай, кстати, не знаю, как смотрится в кадре, но мне вот так удобно. Олени. У нас пропали. Здесь есть. Они сюда прискакали. В Турции трава вкуснее. Ну, вообще, честно, в приятном шоке. Мы вчера купили клубнику на местном рынке. Мы ездили специально встречаться с знакомым. Передавали ей от мамы из Мордовии кое-что. Мы были на местном рынке. Ребят, 3 октября. Сейчас скажу по ценам. Инжир. 12 лир килограмм. Охрененный вот такой, который у нас в Ашаде в спаре стоит 50 рублей за штуку. Мандарины большие, зеленые, внутри такой степени сочные, что даже Дим, который не особо любитель, да, сидел и трескал. Оливки мы купили по 18 лир за килограмм. Охрененный сыр. Маринованные. Маринованные оливки. Свежие. Этого года урожай. С косточками. С косточками. Клубника, второй урожай, 12 лир килограмм. Ребят, я... Сколько там зелени. Сколько рыбы-то. Обнять и плакать. The one you love everyday. Вот такого постера у нас нет. Не хватает, да? Интересно. Мне кажется, он бы был востребован кафешками, какими-то гостиницами. Смотри из старых картин. Разворачивайся. Руки. Столетние. Реально столетние. Очень старая картина. Вот эти вазы у нас покинули ассортимент полностью. Смотрите. Вот весь декор Икеи. Вот весь... Весь икеевский декор. Особенно все вот эти листочки. Можно складывать вот такие красивые изящные миски. У нас, к сожалению, опять же, такого нет. Как говорят, не востребовано. Ребят, вы даже привозить не пробовали, чтобы оценить, востребовано, не востребовано. Вот такие подставки под свечи, под какие-то фигурки. Да, смотри. Вот, на самом деле, занимает мало места, 200 лир она стоит. Почему-то Икея в России смотрит в кошелек к своему покупателю. Задирает ценник, делает вот такой вот маленький ассортимент и смотрит, а когда им надоест. Смотри, вот такие баночки по 70 лир. Здесь двойное стекло. Вот, видишь эффект? То есть, какие-то вещи будут очень красиво смотреться. Это с черным. С пробкой. Да, с пробкой. Смотри, вспомни, сколько мы их раньше возили. Инжир. Сандал. Апельсин. Мады и Ниндия. 19-й год, 18-я неделя. Вообще, прям дремный. Дим, старше тебя. Ой, смотри, какая. Собогар. 35 лир. Поверни, пожалуйста, за 120 лир вот такой кувшин. Ну, типа кувшинчика такого, ваза. А вот это смеется. А вот это смеется. Из Икей надо же уходить очень. Я очень надеюсь, что в самом торговом центре нам хотя бы димой быть надо. А то пойдет диба в тапках. Топ, топ, топ. Яблоки. Да я не знаю, откуда у них такие запасы. Корица. Ребята, мы вышли из Икеи. Все. Мы даже не смогли записать там концовку. Там просто бешеное количество людей. Вот такой мост соединяет торговый центр форум Истамбул с магазином Икеи. То есть это отдельно стоящий магазин, не встроенный никуда. Впечатление. Нам очень понравилось. Мы совершенно устали. То есть если вы хотите полноценно обойти Икею, все посмотреть, потрогать, прицениться, что-то купить. Ну мы снимаем все-таки, да. То есть это время. Ну много. То есть помещение большое. Очень много товаров. В принципе, встретили нормально. Один раз только подходил охранник. Мы ему на транслете все объяснили. Отошел. Больше проблем, вопросов не было. В общем, вот так. Я думаю, на стримах, наверное, в ближайший месяц будем только Турцию обсуждать. Нашу поездку. Разницу между Стамбульской Икеей и Российской. Очень обидно. Очень обидно, что у нас нет того ассортимента, который есть в Стамбуле. Почему-то я не... Сначала, честно, я подумала, не смотрю немножко в камеру, потому что солнышко. То есть где-то за облаками, ну неприятно глазам. Сначала подумали, что остатки, да. Потом начали смотреть дату. У Икеи есть такой цифровой код. Например, 19-20. Это значит, 19-й год, 20-я неделя. И товары все, ребята, свежие. Самый такой поздний, старый товар, который нам попался, это конец 18-го года. Это не вышедшие, ребята, из ассортимента. Это свежее, это делается, это производится и продается. Почему в России не продается, я не знаю. Честно. Очень бы хотел задать этот вопрос. Икеи России, но я думаю, нам на него никто не ответит. Вот такие пироги с котятами. Ребят, подписываемся, не забываем. Нас уже почти 17 тысяч. В ноябре день рождения канала. Остался месяц с хвостом. Давайте сделаем подарок просто Диме, да, каналу самому. И сделаем ему круглую цифру. К двухлетию 20 тысяч. Всех люблю. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!